Когда первые европейцы приехали в Австралию, вернее, приплыли в Австралию, высадились там, они были удивлены и поражены невиданными животными, вернее, одним животным невиданным. И они спрашивали у аборигенов, что это за животное, что это, что это. А аборигены на них смотрели и говорили, кенгуру, кенгуру, что за животное, кенгуру, кенгуру. Отсюда мы имеем с вами название этого животного кенгуру, хотя на самом деле на языке аборигенов кенгуру означает не понимаю. Не понимаем. Ну, те, по всей видимости, на английском спрашивали, что это за животное. А аборигены говорили, не понимаем, не понимаем, кенгуру, кенгуру. Поэтому до сегодняшнего дня остается тайной, как же на самом деле называлось это животное. Да, мы привыкли к этому, мы с этим свыклись, и для нас никаких проблем нет. Но тайна осталась. И вот сегодня мы с вами в небольшой отрезок времени поговорим о тайнах, которые содержат слово Божье. Вы знаете, я был удивлен, когда рассматривал этот вопрос, что оказывается в Ветхом Завете слово «тайна» – «мистерео». Ну, отсюда и слово пошли «мистерии». Употребляется всего лишь девять раз, и все девять раз это слово употребляется в книге пророка Даниила. Вот и все. В Новом Завете то же самое слово употребляется двадцать восемь раз. Вы, наверное, слышали, что есть такое выражение, что Ветхий Завет – это сокрытый Новый, а Новый Завет – это открытый Ветхий Завет. Ну, есть бытует такое выражение. Но если Новый Завет – это раскрытые Ветхи, то почему в Ветхом Завете всего девять раз употребляется слово «тайна», а в Новом Завете целых двадцать восемь раз? Я для себя, перечитывая эти места, я для себя выделил, я надеюсь, вы не суеверные, но вот тринадцать тайн. Все они на доске записаны, вы можете переписать, и будет желание, разбирайтесь с этим, на целый год хватит с хвостиком. Так вот, нельзя сказать, что все эти тайны, они отдельны сами по себе. Нет. Вот Иисус говорит о том, что «Слово Твое есть истина», то есть Слово Божье – это есть истина, да? Если слово «истину» понимать как такую нить, которая от первой странички до последней, то все остальное – это такие бусинки, это жемчужинки, которые насажены на эту истину. Так вот, тайны, о которых идет речь, о которых мы сегодня очень кратко поговорим, это не что-то отдельное, они все связаны между собой вот этой нитью истины, Слово Божье. Но тем не менее, тем не менее, может быть, я ошибаюсь, я бы очень хотел ошибаться, но для многих христиан вот сюда можно вписать, знаете, какое слово? «Кенгуру». Мы читаем, но по большому счету не извлекаем из этого большой пользы и до конца не понимаем, что же нам хочет сказать апостол Павел или апостол Иоанн, о чем идет речь в том или в другом месте. Вот очень кратко давайте пройдемся по этому списку. Ну, вы помните Матфея 13 глава? Это глава, насыщенная вот этими тайнами. Тайны Царства Божьего или Царства Небесного. В принципе, это об одном и том же разницы в этом нет. Потому что в Евангелии от Марка, по-моему, или в Луки, там говорится о Царстве Божьем. Здесь говорится о Царстве Небесном. То есть это тождественное понятие. Семь раз, семь тайн, семь притч рассказывает Иисус. Некоторые из них он сам объясняет. Но кроме этого, например, в Первом Послании Коринфянам во второй главе говорится о тайне премудрости Божьей. И вы читаете контекст, с чем связана эта тайна. И Павел говорит о том, что если бы эту тайну разумели власти начальствующие, то они что бы? Они никогда бы не распяли Иисуса Христа. Например, в Послании к Ефесянам тайна воли Божьей. С чем связана эта тайна? Она связана с тем, что Бог решил в полноте времен соединить небесное и земное под главой Христа. Например, в Ефесянам в третьей главе говорится о тайне Христовой. И это связано с домостроительством. Это связано с тем, как Бог строит прекрасный храм Церкви Божьей. А в Ефесянам в пятой главе мы встречаем тайну Христа и Церкви. Там же в Ефесянам 6 глава 19 стих он говорит о тайне благовествования. Кроме этого, в Колосся нам Павел напоминает, что существует тайна Христа, где речь идет о полноте, о том, что в Иисусе Христе помещена вся полнота Бога, Божества, телесно. В первом послании Тимофея 3 глава 16 стих говорится о тайне благочестия. В Откровении в первой главе 20 стихе о тайне семи звезд. Интересно и очень важно второе послание Фессалоникийца, 2 глава 7 стих, где говорится о тайне чего, беззаконие, которое уже в действии, но придет время, когда оно совершится. В Откровении 10 глава 7 стих тоже говорит о тайне Божьей. И эта тайна связана с предстоящими событиями и связана с теми пророчествами, которые были произнесены в Ветхом Завете. Еще одна тайна, это тайна Вавилона, тоже из книги Откровения. И 13 пунктом я для себя выделил это тайна Израиля. В римлянам 11 глава. Хочу вас спросить, а как вы вообще понимаете, что такое тайна? Это не риторический вопрос, поэтому, пожалуйста. Ну, то, что сокрыто, да. Что еще вы можете сказать по поводу того? То, что непонятно. Не обязательно скрыто. Оно может быть на поверхности, но оно непонятно. Ну, давайте признаемся, что мы пользуемся мобильными телефонами, но если быть честными, это тайна для большинства людей, как он работает. Может быть, какие-то принципы мы понимаем, но все остальное. Что еще может быть тайной? То, что нельзя говорить другим. Смотрите, даже иностранный язык, если ты его не понимаешь, и об этом Павел тоже говорит в этих 28 местах Писания в Новом Завете, он говорит о том, что если ты говоришь иным языком, ты говоришь тайны Богу, и никто тебя не понимает. Дух твой молится, Дух твой общается с Богом, но это тайна, и, возможно, тайна для самого тебя. То есть для твоих мозгов. Но давайте обратимся к 13 главе, что касается тайны Царства Небесного. Там сам Иисус объясняет, почему для большинства людей абсолютно открытая, абсолютно явная информация все равно продолжает быть тайной. Открывайте, пожалуйста, 13 главу. И с 10 стиха будем с вами читать. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 10 стиха. «И приступив ученики, сказали ему, почему притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не видят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их». Здесь очень важно учитывать контекст и аудиторию, кому говорит Иисус. Кто окружает Иисуса Христа? Наверное, язычники, которые вообще ничего не разумеют. Собрались язычники, мадянитяне, амаликитяне, филистимляне, римляне, смотрят на Христа и не поймут, что он им хочет объяснить и сказать. Да? Кто окружает его? Кто является аудиторией Христа? Глубоко верующие, набожные, фанатично даже набожные, иудеи, которые каждую субботу читают в синагоге Закон Божий, которые имеют учителей, раввинов, которые истолковывают и расписывают каждую букву, каждую йоту в Моисеевом Законе. И при этом Иисус говорит, «Они на меня смотрят и не видят. Они меня слушают и не слышат». Ну, наверное, это только евреев касалось в то время, правда? Ну, к нам этого, конечно, никакого отношения не имеет. Я хочу призвать вас быть честными сами с собой. Постарайтесь сами себе честно ответить, сколько кенгуру в вашей жизни. Может быть, это целый зоопарк, целая ферма кенгуру, и вы каждый день кормите их. Но кормите не Словом Божьем, кормите всякой мирской дрянью, которая льется из экранов телевизоров, планшетов, мобильников и всего остального. Спросите сами себя честно, есть ли в моей жизни кенгуру? Потому что три последних тайны, они непосредственно связаны с нашим временем. Я не говорю о том, что нужно искать даты в Библии. Нет, Господь сказал, не пытайтесь высчитывать. Но Бог дал достаточно признаков, чтобы мы разумели, где мы находимся в потоке времени. И соответственно, чтобы мы свою жизнь формировали согласно того, что мы понимаем. если у нас нет ощущения, что мы живем в последние дни последних дней, если у нас нет ощущения, что нужно оставить всю суету житейскую и служить своему Господину, как Он предупреждал, кто верный и благоразумный раб, то сможем ли мы с радостью встретить пришествие Христа? Сможем ли мы пережить это пришествие Христа? Наследуем ли мы Царство Божье? Потому что Царство Божье это не слова. Царство Божье это жизнь. Это воплощенная Христова жизнь в нашей жизни. Это исполнение Его заповедей. Это стремление к святости, к чистоте, удаление от греха, от мира. Поэтому я призываю вас всех, естественно, самого себя в первую очередь, к тому, чтобы в нашей жизни не было кенгуру. Пусть они в зоопарке, пусть они в Австралии бегают. Пусть Господь благословит себя.